наступает майские праздники и наконец-то можно немного отдохнуть от работы весна в разгаре преддверии праздников возможный отпусков предлагаю сегодня накидать немного идей как отдохнуть чтобы не устать чем заняться свободные дни и узнать как это звучит на английском с вами оля это пазл english поехали 1 и беспроигрышный вариант это устроить пикник в парке или на природе вам точно понадобится еда сэндвичи снеки фрукты жареная курица в фольге напитки все это можно поместить пикник баскет специальную корзину для провизий и взять с собой покрывало на котором удобно сидеть на земле пикник бланкет есть прикинь и туда в термос вставляется вилки ложки прям такая там резинки у меня есть специальное покрывало у него снизу это фольга чтобы поп не морозить о том что вы устроили пикник можно сказать по-разному to have a picnic или to set up a picnic или to pack a picnic to pack a picnic буквально его упаковать вообще в английском языке слово picnic ассоциируется с легким беззаботным времяпрепровождением и если что-то идет не очень легко дается с трудом вызывает сопротивление и неприязнь то тут-то нам пикник пригодится в другом значении be no picnic it is now picnic to spend the beautiful sunny day at work как тяжело проводить такой красивый солнечный день на работе а знаешь шелдона а там есть ролики когда он говорит picnic is now picnic типа подготовка к пикнику это вообще не в кайф собрать бутерброды насторогать чтобы тебя не сожрали эти муравьи ты знаешь что занимают эти для гриле правда специально как они называются короче занимает прям в авито есть занимая место беседки беседки да так что picnic is now picnic если тебе негде его провести also picnics or no picnic или можно так сказать про человека my friend is not a bad person but he certainly no picnic мой друг неплохой человек но он точно не подарок ладно не будем о грустном давайте облегчим подготовку к пикнику и объявим компании что он будет проходить в формате potluck что за загадочный горшочек удачи знаете что такое potluck изначально potluck обозначало угощение для непредвиденных гостей своего рода каши из топора брали pot горшок и клали все что было съедобным запекали в результате то что оказывалось у гостя в тарелке зависело только от его удачи luck would you like to take potluck with us tonight хочешь сегодня поужинать с нами мы сейчас что нибудь быстренько сообразим гость понимает что к его визиту не готовились сейчас potluck обед ужин складчину на которой каждый гость приходит со своим угощением основная цель такого формата это скорее общение еда это приятное дополнение следующее и достаточно необычное занятие на природе это bird watching или birding наблюдение за птицами весной пернатые возвращаются на север их становится больше есть шанс обнаружить редкий вид вам точно понадобится бинокль binoculars и полевой гид field guide или гид по птицам bird guide можно отправиться в местный заповедник или парк и посмотреть сколько птиц вы сможете найти или совсем по-серьезному присоединиться к клубу орнитологов и выбраться на дикую природу many locally based bird watching groups welcome new members and love educating people new to ornithology многие местные группы и по наблюдениями за птицами рады новым членам и любят обучать людей незнакомых с орнитологией есть классный фильм на эту тему the big year большой год главных ролях стив мартин и джек блэк посмотрите как можно наблюдать за птицами такой формат отдыха убивает двух зайцев вы проводите время на свежем воздухе и расширяете свой кругозор to kill two birds with one stone птичку жалко убить двух птиц одним камнем это та самая идиома которая означает сделать два действия одним махом поехали дальше раз предполагается что погода будет способствовать отдыху на улице давайте рассмотрим еще досуг на воде одно из трендовых и доступных видов это катание на сапе сап стендап педал правильнее называть этот вид спорта педалбординг для педалбординга используется доска похожая на доску для серфинга разница в том что вам в руки выдают весло педал и вас не обязательно преодолевать стихию волн как серфингисту гребете себе спокойно плавно созерцайте пейзажи вокруг смена сезонов для многих приходит неожиданно и это касается в том числе одежды я не буду оригинальной сказав что шопинг неплохой способ провести время вы можете побаловать себя to treat yourself и обновить свой гардероб если хотите расхламиться то устройте в америке обычно это продажи поддержанных ненужных вещей проходит она около гаража или в гараже а вот в Англии она называется car boot sale в таком случае все грузится в багажник boot и отвозится на специально отведенную площадку подобные места продажи называется flea market или junk shops плашиные рынки или магазины барахла а на случай плохой погоды у меня есть для вас целый список вариантов мастер-классов которые вы можете посетить pottery class уроки гончарного дела создадите тарелку вазу кружку или арт-объект из глины как только начнете лепить горшки сразу получите звание potter гончар но гарри поттер он из гончаров получается ну ты сам подумай а почему сюда это вставила мне когда в голову это машине молнию так я думаю что да у него фамилия похоже но как минимум она пишется также значит он из рода гончаров гончары не не боги и горшки обжигали следующий мастер-класс кейк декорейтинг кондитерский класс на нем вас научат украшать торт flower arranging искусство создания букетов весь дом будет в букетах paint and sip класс здесь уроки проходят обычно в кафе вы рисуете под бокальчик например игристого которого вы делаете глоток сып в процессе создания своего шедевра ну и конечно же можно и нужно позаниматься английским приглашаем всех желающих на бесплатный первый урок вы узнаете свой уровень английского какой курс вам лучше подойдет и конечно же поговорите на английском первый урок на пазл english это полноценный урок на котором вы сможете попрактиковать разговорную речь here you can see three categories of words housework work activities hobbies and interests and i want you to read these words above the categories and say which category you would like to put it in dancing hobbies and interests записывайтесь скорее и улучшайте вашу речь добавлю вам в копилку праздников еще один во вторую субботу мая во многих странах празднуется день матери international mother's day отличный повод завести традицию проводить время с родными людьми полностью фокусируясь на общении и совместном досуге to spend quality time обычно этот формат предлагает что вы не отвлекайтесь на телефон интернет соцсети и посвящайте время друг другу digital detox ну и последнее на сегодня такое простое занятие как хорошенько отоспаться и отдохнуть to have a lie in and chill out залечь и чилить чтобы поднабраться сил друзья желаю вам to kill two birds with one stone хорошо провести время и отдохнуть и to spend quality time с друзьями и родными пока пока и Субтитры сделал DimaTorzok